Минские рождественские казачьи образовательное чтение, казачья культура, вера и традиции предков, фундамент будущего прошли в Минске в приходе иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Мероприятие состоялось в рамках направления «Церковь и казачество, пути выцерковления и сотрудничества» 27-х рождественских чтений. Приход иконы Божьей Матери всех скорбящих радость города Минска не случайно является традиционной площадкой для проведения чтений и других важных казачьих мероприятий. Настоятель общины протерей Игорь Коростелёв является духовником белорусского казачества с 2002 года. Всё это время он упорно работает в направлении объединения вольнолюбивой братья и в лоне церкви. В работе форума приняли участие духовники и казаки казачьих общественных объединений Беларуси и приглашённые гости. Инициатором проведения чтений выступил Синодальный отдел Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. Общественное объединение «Белорусское казачество» при участии братства священомученика Владимира Хераско. Чтения начались с молебна, который совершил председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, настоятель Минского прихода иконы Божьей Матери всех скорбящих радость протерей Игорь Коростелёв. После молебна было совершено священие Хоругвей. Отныне торжественное богослужение и другие значимые мероприятия будут проходить под этими Хоругвями. После молитвы с приветственным словом к собравшимся обратился протерей Игорь Коростелёв. В своём вступительном слове отец Игорь отметил важность подобных встреч и постоянного диалога между священниками, окормляющими казачество и казаками. Также протерей Игорь Коростелёв подчеркнул, что церковь должна послужить объединяющим началом для представителей разных казачеств в Беларуси. Мы знаем историю казачества и знаем, что были казачьи объединения и донские казаки, были и иные казачьи объединения. Объединить различные казачества в одно – это невозможно. Но объединение должно послужить, как раз должна послужить церковь. В центре внимания чтений – решение задач сохранения культурного наследия, а также воспитание подрастающего поколения и казачьей молодёжи в духе православной веры. Эта тема почему нам дорога? Потому что она посвящена именно культуре казачества. Культура подразумевает под собой разнообразие казачьего движения. Приехали к нам гости, начиная от Бреста и кончая Светлогорском. Это разные направления, но по расстоянию очень далеко. Мероприятие очень важное, очень нужное. В ходе чтений прозвучали доклады об истории казачества в Беларуси, а также посвященные казачьей культуре. Главной на сегодняшний день, по словам организаторов, остаётся тема единства между представителями разных казачьих объединений. Главная задача – это, конечно, знакомить всех с казачьей культурой, но ещё важнее – всех объединить. Не важно, какие у нас сейчас формы одежды, у всех у нас красная лампаса. Все принадлежат казачеству. И если мы рано или поздно все будем едины, это, наверное, самое лучшее, что можно пожелать на Рождество. В завершение чтений представители казачества откликнулись на призыв духовников об объединении в лоне Православной Церкви. Пришли к единодушному мнению о необходимости единения и налаживания сотрудничества между казачьими организациями. Мероприятие завершилось общим фото. Сергей Дарьимардарьев, информационный портал «Собор.Бай» для телеканала «Союз».